Добрый день, дорогие друзья, очень рад новой встрече с вами. В этом видеоролике я расскажу вам о непростой судьбе актера, которого называли комик с грустными глазами. Речь пойдет о Фрунзе Мкрчане, советском, армянском актере театра и кино, театральном режиссере. Фрунзе Мкрчан родился 4 июля 1930 года в Ленинакане, ныне Мгюмли. У Мкрчана было два имени. Дома его называли Мгер, в переводе с армянского «светлый», а официально Фрунзе. Отец и мать Фрунзека были детдомовцами, их малолетними нашли прямо на дороге во время геноцида 1915 года. Родители работали на текстильном комбинате в Ленинакане, отец с табельщиком, а мать в столовой посудомойкой. В семье кроме Фрунзека были еще брат и две сестры. В 15 лет Фрунзе Мкрчан начал работать помощником киномеханика в клубе текстильного комбината Ленинакана, в свободное время там же играл в самодеятельном драматическом кружке. В 1945-1946 годах учился в студии Ленинаканского театра имени Асканаза Моровина. С 1947 года, актер этого театра. В 1951-1956 годах учился в Ереванском театрально-художественном институте. Параллельно с учебой начинал сниматься в кино. Первый фильм с его участием в поисках адресата вышел на экраны в 1955 году. С 1956 года, актер армянского театра имени Сундукяна в Ереване. Полноценный дебют артиста в кино случился в 1960 году в картине «Парни муз-команды», в которой Фрунзек сыграл Арсена, веселого музыканта. Потом последовал пятилетний перерыв, когда у артиста совсем не было ролей в кино. В 1965-м Фрунзе снялся в комедии «Георгия Данелии-33». С ролью Мкрчан справился отлично, но наверху картину запретили как идеологически вредную. Но слава уже стояла на пороге артиста. Через год на больших экранах страны появилась легендарная кинокомедия «Кавказская пленница» Леонида Гайдая. Зрители отлично помнят Фрунзе в роли дяди-главной героини. Интересно, что роль жены тогда сыграла вторая супруга артиста Адонара. Тот же 1966-й подарил Мкрчану еще одну замечательную роль, принесшую актеру дополнительную известность. Фрунзе сыграл одного из трех симпатичных бандитов в картине Ролана Быкова «Айболит-66». Теперь Фрунзе Мкрчан был знаменит на весе СССР и считался лучшим комедийным артистом страны. Первая половина 70-х стала не самой лучшей в карьере актера. Из-за болезни жены Фрунзе отказался от многих хороших ролей, но вот вторая половина 70-х порадовала почитателей таланта Фрунзека. На экраны вышла новая комедия Георгия Данелли и Мимино. Замечательная, яркая и светлая картина, где Мкрчанский Кобидзе сыграли в дуэте. Множество фраз из фильма становятся крылатыми, а сама картина собирает у кинозалов огромные очереди. Романтичного артиста с комедийным талантом и грустными глазами любили все зрители, без исключения. В конце 70-х на экраны вышел и другой знаковый фильм актера. Мкрчан снялся в драме Аллы Суриковой «Суета сует». За свою недолгую жизнь Фрунзе Мкрчан снялся более чем в 50 фильмах. Личная жизнь Фрунзика Мкрчана была трагичной. Первой женой актера стала его однокурсница Кнара, но брак распался практически сразу. Со второй супругой Донарой Пелосян Мкрчан встретился в середине 50-х. Девушка приехала, чтобы поступить в Ленинаканский театральный вуз. Молодые артисты поженились и начали работать вместе. Первой у них появилась дочь Нуна, а вскоре родился сын Вазген. И когда казалось, что у молодой семьи все наладилось и можно счастливо жить и работать, Донара заболела. Врачи обнаружили у нее неизлечимое психическое заболевание, передавшееся по наследству. Личная жизнь Фрунзика Мкрчана ненадолго заиграла светлыми красками, когда он женился в третий раз. Его супругой стала дочь председателя Союза писателей Армении Тамара Аганесян, но этот брак вскоре распался. Болезни самых близких людей и крупные проблемы на работе подкосили артиста. Скончался Фрунзе Мкрчан 29 декабря 1993 года в своей квартире в Ереване, ему исполнилось 63 года. На похороны пришли тысячи людей, официальной причиной смерти был назван инфаркт. Это была настоящая трагедия, многие верили, что актер мог бы сыграть еще множество звездных ролей. Всеобщий любимец зрителей Фрунзик Мкрчан, выдающийся советский актер, сыгравший в картинах, впоследствии названных советской классикой, народный артист СССР, лауреат государственной премии СССР. В Ереване именем артиста названа улица и установлена мемориальная доска. Также в Ереване действует созданный артистом и носящий его имя театр. В 2011 году в городе Дилижан, Армения, был установлен памятник героям комедии Мимино. Дорогие друзья, огромное всем вам спасибо за комментарии, лайки и оценку моей работы. Надеюсь, что вам было интересно и вы узнали немного больше о комике с грустными глазами. Я желаю вам счастья, семейного благополучия и взаимопонимания. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok